Алексей Панин – российский актёр, звезда многочисленных комедийных, криминальных и военных кинолент. Он уже давно заработал себе репутацию дебошира и хулигана. Но так ли Алексей просто поверхностен? О жизни личной и профессиональной, а также о его взглядах вы узнаете из этого видео. Алексей Панин – как живёт главный дебошир российского кино Алексей Панин родился 10 сентября 1977 года в Москве в семье советской интеллигенции. Его мама Татьяна Борисовна Власова была журналисткой и много лет работала редактором издательства «Наука». Отец Алексея трудился инженером-механиком в Московском институте теплотехники, специализирующемся на производстве ракетных систем. В детстве воспитанием Панина занимались поочерёдно то родители, то одни бабушка с дедушкой, то другие. Из-за постоянных переездов между домами родственников он сменил семь школ. Из двух из них его выгнали. Первый раз это случилось из-за портрета Ленина. Мальчика попросили вытереть пыль, а он взял и протёр картину мокрой тряпкой. Сделал Лёша это без злого умысла, но для администрации школы потёкший Ленин стал последней каплей, ведь и до этого случая запаненным значились нарекания за поведение. Второй раз его исключили за неуспеваемость по физике. Учительница поставила перед выбором – или в другую школу, или на второй год. И Алексей выбрал другую школу. Вообще наш герой не проявлял большого интереса к учёбе. Главным его увлечением был спорт, а с водным полом будущий актёр даже подумывал связать свою профессиональную жизнь. В этом виде спорта он подавал надежды, но в какой-то момент решил забросить тренировки и пожить в своё удовольствие. Желания быть актёром у юного Панина не было, но его всё равно привлекло объявление о наборе в театральную студию Вячеслава Списивцева, которое он увидел по дороге со школы. Тем же вечером он выучил стихотворение и отрывок из прозы, а на следующий день пришёл на прослушивание и тут же был принят. Однако ни спорт, ни актёрство не смогли привлечь Алексея больше, чем воровская романтика 90-х. Молодой человек всерьёз мечтал о судьбе бандитского авторитета, но в дело вовремя вмешалась его мама. Видя, что сын вот-вот ступит на скользкую дорожку, она настояла на его поступлении в ГИТИС. Татьяна Борисовна была уверена в том, что Алексей будет сниматься в кино, ведь, по её словам, в нём были все качества, чтобы обладеть этой профессии. На экзамены молодой человек пришёл с желанием доказать всем, что может поступить играючи и нисколько не напрягаясь. И в итоге оказался прав – прослушивание он прошёл успешно, но хулиганский характер проявлялся и тут. Вопреки правилам учебного заведения, запрещавшим студентам сниматься в кино, он уже на первом курсе снялся в роли милиционера в криминальной ленте «Кто, если не мы». Правда, на экраны она вышла лишь через 5 лет в 1998-м из-за проблем с финансированием. Затем начинающий актёр получил роль в исторической драме Романовы «Венциносная семья», из-за чего был отчислен из института. Позднее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Алексей расскажет, что тогда, снимаясь вместе с известным советским актёром Андреем Харитоновым, подвергся домогательствам. По словам Панина, именитый актёр проявлял знаки внимания, но, видя непонимание со стороны 18-летнего Алексея, не позволил себе ничего сделать. При этом Панин подчеркнул, что сохранил к Харитонову уважение и даже навестил его, когда тот умирал от тяжёлой болезни. После съёмок молодому человеку всё же удалось восстановиться в институте, но его выгоняли ещё дважды. Причина была всё та же – нарушение учебной дисциплины из-за съёмок в фильмах. Наконец Алексей решил сам уйти, не доучившись до конца. Позже актёр признался, что ни о чём не жалеет, ведь в кино он добился большего, чем его однокурсники. После работы над Романовыми молодому актёру сразу же поступили другие предложения. Роль срочника по кличке Пысов культовой комедии ДМБ. И рядового Жигулина в телесериале «Граница таёжный роман». Эти работы вышли в 2000 году и имели большой успех. Затем последовали ленты «Два товарища» и «ДМБ 002», а Панин получил первую известность в России. В 2001-м Алексей Панин появился в сериалах «Дальнобойщики», «Сдвинутый», «Некст», «Следующий», «Дракоша и компания», в продолжениях «ДМБ», а также в фильмах «Даунхаус» и «В августе 44-го». Вот через эту жалость одни неприятности. Борискин, молодец, Борискин. Вот знал бы, что такое дело и в жизнь бы не связывался. За роль в последнем актёр был номинирован на премию «Ника» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В 2002 году фильмографию Панина пополнили сериал «Шукшинские рассказы», «Комедия даже не думай» и «Военная драма-звезда», которая принесла нашему герою ещё одну номинацию на премию «Ника» и государственную премию Российской Федерации. За эту работу Алексей получил признание критиков, которые сочли его игру в фильме талантливой и правдоподобной. К слову, съёмки в «Звезде» едва не стоили ему жизни или как минимум серьёзного увечья. Однажды старый Мосфильмовский автомат буквально развалился на две части в руках актёра. К счастью, это произошло уже после стрельбы, иначе затвор отскочил бы в него со скоростью заряда. После такого успеха Панин несколько лет снимался в эпизодических ролях, которые ему всегда были по душе. По словам актёра, иногда они приносят ему больше удовольствия, чем главные роли. Среди его работ – сериалы «Люди и тени 2», «Оптический обман», «Инструктор», «Ребята из нашего города», «Приключения мага», «Узкий мост» и «Кадеты», а также фильмы «Как бы не так», «Жизнь кувырком», «Тимур и его командос», «Убить вечер», «Даже не думай 2», «Тень независимости», «Ночь светла», «Чудеса в решетове», «Четыре таксиста и собака», «О любви в любую погоду» и «Всё начинается с любви». В следующие годы уже в качестве сложившейся звезды актёр продолжил сниматься в новых кинематографических и телевизионных проектах, среди которых выделяются фильмы «Неваляшка», «Святое дело» и «Жмурки». Поначалу Алексей с опаской отнёсся к чёрной комедии режиссёра Алексея Балабанова, но узнав, что в «Жмурках» будет сниматься его кумир Никита Михалков, сразу же согласился. И как оказалось, не зря, ведь лента стала настоящим кинохитом. Интересно, что большинство актёров фильма были утверждены на свои роли без всяких проб. А герой Панина, браток Сергей, говорит не голосом Алексея, а Юрия Гальцева. Ещё один успешный проект тех лет – юмористический телесериал «Солдаты», где актёр сыграл капитана Дубина. Примечательно, что сам Алексей не любит сниматься на ТВ. Но именно сериалы и телефильмы сделали его настоящей звездой. Панина узнавали на улицах, у него часто брали интервью. А также с завидной регулярностью засыпали новыми сценариями и предложениями о съёмках. Кроме того, актёру удалось попасть на театральные подмостки уже в звёздном качестве. Он играл в спектаклях театра «Миллениум» и «Московского независимого театра». Личная жизнь актёра тем временем развивалась не менее бурно. В разные годы он встречался с актрисами Екатериной Никитиной, Любовью Зайцевой, Катериной Шпицей, безответно ухаживал за Татьяной Арндгольц. А в 2006-м, после знакомства на кинематографической вечеринке, у него случился бурный роман с Мариной Александровой. Тогда начинающая актриса встречалась с Александром Домогаровым и металась между двумя мужчинами. Алексей вспоминал, что у них с Мариной были очень трогательные отношения, но сопровождающиеся разборками с Домогаровым. Тот даже угрожал Панину физической расправой. Любовный треугольник продержался всего месяц, после чего Марина бросила Алексея. Впрочем, наш герой не остался один. В нулевых он начал встречаться с фотомоделью и актрисой Юлией Юдинцевой, которая в 2008 году родила ему дочь Аню. К тому моменту молодые родители уже не испытывали друг к другу теплых чувств и сразу же начали борьбу за ребенка, продлившуюся почти 10 лет. В 2009-м суд постановил, что Аня останется с мамой, но вопреки этому решению она долгое время жила с отцом и бабушкой. Через несколько лет Юдинцева увезла девочку в Санкт-Петербург, а вскоре Панин выкрал ее, за что его объявили в розыск. Еще за время битвы за дочь Панина задерживали, приговаривали к десяти суткам ареста и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Он отказывался от гастролей ради осады квартиры, где жила девочка с мамой. Устраивал погони и даже баррикадировал вход в отделение полиции. Аня снова то возвращалась к матери, то уезжала с отцом. Пока в семнадцатом году суд Владимирской области не разрешил Панину официально оставить дочь у себя. Ведя бурную личную жизнь и ожесточенную борьбу с бывшей возлюбленной, Алексей Панин тем временем не переставал сниматься. Наряду с многочисленными телевизионными проектами в его фильмографию добавились «Такие работы, как сериалы и все-таки я люблю», «Стая», «И была война», фильмы «Обитаемый остров», «Дом солнца», «Самый лучший фильм 2», «О счастливчик», «Варенье из сакуры» и другие. 19 апреля 2011 года у Алексея родилась вторая дочь Маша, с матерью которой гинекологом Татьяной Савиной он состоял в отношениях. А буквально через несколько дней, 21 апреля, другая девушка Ольга Маруженко родила актеру дочь Софию. С обеими женщинами у актера была недолгая связь, а с дочками он видится редко и поддерживает отношения на расстоянии. Интересно, что у Алексея есть и четвертая наследница, о которой он узнал случайно от знакомых. С матерью ребенка, имя которой Панин не раскрывает, у него была лишь мимолетная связь. Женщина сохранила беременность в секрете, а теперь растит дочь с другим мужчиной. В 2012 году актер баллотировался в законодательное собрание Краснодарского края от партии ЛДПР и появился в экранизации романа Бориса Акунина «Шпион». Однако любимым жанром Алексея Панина все-таки оставались комедии. В десятые годы на экраны вышли такие фильмы с его участием, как «На измене», «Свидание» и другие, а также криминальный комедийный сериал «Холостяк». Некоторое время Панина связывали романтические отношения с его коллегой по актерскому цеху Марией Берсеневой. Они появлялись вместе на различных мероприятиях и проводили много времени с детьми друг друга. Алексей откровенно делился с журналистами радостью относительно крепости их отношений и называл девушку единомышленницей. Но до официального брака не дошло, потому что на горизонте любвеобильного актера появилась Людмила Григорьева. В марте 2013-го Алексей женился на ней и во всех интервью рассказывал о том, что встретил женщину своей мечты и больше не будет искать приключения. Но сказка продлилась всего год, после чего молодая супруга подала на развод. Это расставание далось эмоциональному актеру тяжелее всего. Он страдал, делая татуировку в память о Людмиле и пытался вернуть возлюбленную. Но все попытки терпели фиаско. Излечился Алексей от этой любви, по его словам, благодаря отношениям с подругой Людмилы Татьяной. Утверждалось, что они даже поженились, но доподлинно это неизвестно. Еще накануне свадьбы с Григорьевой в феврале 2013 года Алексей совершил каминг-аут как бисексуал. Признание актера шокировало российскую общественность, но сам он считает, что нужно избавляться от стереотипов и предрассудков. Он открыто критикует российское общество за гомофобию и за комплексованность и считает, что каждый взрослый человек вправе делать то, что ему хочется. Главное – не делать друг другу плохо. Такая позиция отвернула от актера многих поклонников, но ему по большому счету все равно. Панин никогда не гнался за славой, и ему безразлично, как это отразится на его карьере. В то же время получить славу скандального актера тоже не входило в его планы. Он просто всегда был принципиальным, взрывным и совершенно непредсказуемым человеком. Скандальные истории Алексея Панина в какой-то момент затмили все его актерские работы. Он неоднократно представал перед судом за свои хулиганские выходки, причем не только в России. Например, в августе 13-го на актера завели уголовное дело в Украине за телесные повреждения, которые он нанес жителю Крыма. Ранее много шума наделал скандал в Туапсе, когда актер устроил дебош в баре-гостинице «Каравелла», после чего против него было возбуждено дело об умышленном уничтожении чужого имущества. В сентябре того же года его задержали в городе «Вязники» Владимирской области, а в октябре – в Благовещенске. Репутация дебошира существенно подпортила Панину карьеру. Его все меньше стали приглашать даже в телевизионные проекты. Но и те, в которых актер снимался, имели низкий рейтинг. Среди его работ 2013-2015 годов можно выделить фильмы «Ген и Бетон», «Здрасте, я ваш папа», а также сериалы «Кукушечка» и «Капитан полиции метро». В октябре 2016 года в эфире шоу на НТВ продемонстрировали эротический ролик с участием женщины, собаки и мужчины, похожего на Алексея Панина. Выпуск назывался однозначно «Панин и собака». Но актер эту возмутительную информацию опроверг, заявив, что у главного действующего лица видеоролика на спине нет татуировок, а у него их целых три. На закономерный вопрос, может, видео было снято раньше, чем сделаны татуировки, Алексей ответил, что у мужчины из видео волосы с проседью. А когда он делал эти татуировки, то был еще молод, и, соответственно, седины у него тоже не было. Панин пообещал засудить НТВ за клевету, после чего канал заявил, что выпустит в эфир опровержение. По версии актера видео было сделано по заказу матери его дочери Анны, с которой он тогда еще вел борьбу за опеку. На нее же Алексей возлагает ответственность за размещение в 2017 году в интернете старого видео «Прогулки Панина по улице в женском нижнем белье». Несмотря на опровержение, ярлык любителя собак к Панину приклеился прочно. На волне этой истории актер даже стал жертвой пранкеров, предложивших ему сняться в рекламе собачьего корма за 2 миллиона рублей. Полного согласия Панин не дал, но сказал, что готов рассмотреть возможность участия в рекламной кампании, раз народ все это хавает. В том же 2017 году Панин попробовал запустить интернет-шоу «Хайповости». Актер освещал злободневные события, а также приглашал в студию скандальных личностей. Но после нескольких выпусков спонсор проекта отказался от него, так как рейтинги хайповости были меньше прогнозируемых. Еще один проект «Социо Панин» и вовсе остался на этапе задумки. Передача с Панином в роли ведущего должна была быть направлена на борьбу с алкоголизмом и наркозависимостью и подразумевала проведение реабилитации зависимым людям. Но замысел так и не осуществился. Сниматься в фильмах или сериалах Алексея не звали, а вот в двух клипах Стаса Костюшкина на песни «Опа-анапа» и «Факты» он появился. Ранее он уже снимался в музыкальных видео таких исполнителей, как Ирина Билык, Жасмин, Каста и других. В октябре 2017 года актер стал подозрительно часто появляться на мероприятиях с Анной Калашниковой, бывшей невестой Прохора Шаляпина, что спровоцировало слухи об их романе. Однако официального продолжения эта история не получила. А вот отношения со сценаристкой Лией Скворцовой Панин подтверждал. Они вместе работали над одним проектом и однажды попали в ДТП, когда за рулем была Лия. В 2018 году Алексей все-таки вернулся к съемкам. Он сыграл бандита в сериале пензенских КВНщиков под названием «Зема». А через год, по-видимому, чтобы подогреть интерес к своей персоне, снял явно постановочное видео, на котором привязывает дочь к батарее и ругает ее из-за бардака в квартире. В действительности же он, кажется, остепенился. В декабре 2020 года актер тайно женился на Еве Тарлакян. Она никак не была связана с миром артистического бомонда, а познакомилась с Алексеем случайно в общей компании друзей. На собственную свадьбу Панин специально приехал в Россию из Испании, куда переехал несколькими месяцами ранее. Там он получил вид на жительство и был крайне рад перебраться в Европу. Алексей не согласен со многими российскими реалиями и не может их принять. Актер часто выступает поперек мнения общественности. Например, он поддержал футболиста Артема Дзюбу в скандале со слитым интимным видео, призвав соотечественников успокоиться и перестать гнобить спортсмена. Тогда же Алексей изменил свою точку зрения относительно Украины. Ранее он выступал в поддержку захвата Крыма, но через пять лет заявил, что Россия в 2014 году развязала никому не нужную войну с Украиной. Против войны актер выступает и сейчас, критикуя россиян за готовность верить пропаганде и покорность путинскому режиму. Также в 2020 году Панин закончил работу над своим режиссерским дебютом, фильмом «Я вернулся», в котором снялись Анна Панина, Никита Джигурда, Александр Головин. Кино получилось в духе Балабанова, что подтвердил сам Алексей. По его словам, он вдохновлялся работами режиссера. Премьера ленты состоялась в московской гостинице «Юность», но в широкий прокат так и не вышло. 2021 год начался для Алексея с огромного горя. В январе в Москве скончалась его мать. В эфире телевизионной программы «Звезды сошлись» было сделано заявление, что артист на похоронах не появился. Был в запое и не смог позаботиться о погребении, которым по его просьбе занимался Никита Джигурда. Реакция Панина на это была крайне отрицательная. Он назвал сотрудников НТВ мошенниками, поскольку они исказили его интервью. На самом же деле его слова, что он жалеет, что был в Испании, а не в Москве, касаются последних дней жизни мамы. А на похороны он приехал и участвовал в их организации. 2021 год также ознаменовался возвращением Алексея Панина на экраны. Он сыграл майора в комедии «Джигалоу» и появился в сериале киносервиса «Окко» «Экипаж 314» в роли самого себя. В 2022-м Алексей принял участие во фрик-бое по правилам бокса. В таких поединках принимают участие эксцентричные, но не имеющие профессионального опыта бойцы. Панин вышел на ринг против Никиты Преснякова и ожидаемо проиграл. Молодой и имеющий опыт боевых искусств Пресняков во втором раунде отправил в нокаут Панина, который на тренировки приходил с сигаретой. По словам актера, он согласился на бой исключительно ради денег, а драться ему вообще неинтересно. С деньгами у Алексея действительно в последнее время туго, ведь снимается он крайне редко. Если раньше его съемочный день стоил от 2 до 5 тысяч долларов, то сейчас артист получает полторы тысячи долларов в месяц и живет в основном на накопление. В наследство от родственников актеру достался дом во Владимирской области. Его Алексей планировал продать. А также квартира в районе Конькова в Москве, сдаваемая в аренду. После антивоенных высказываний дорога в Россию ему окончательно закрыта. При этом построить карьеру за границей Алексей вряд ли сможет. Актер сам понимает, что на главной роли его не позовут, а играть эпизодников он не хочет. Иногда Панин соглашается сняться в рекламе. Например, он продвигал сомнительное бюро футбольных прогнозов Бесткаппер. А прорекламировать в своем инстаграме магазин товаров для взрослых Алексей согласился бесплатно, так как это был проект его друзей. В Испании Панин приобрел небольшую квартиру с верандой на берегу Средиземного моря в городе Торревьеха. Недвижимость обошлась ему примерно в 70 тысяч евро, включая расходы на оформление необходимых документов. По словам актера, город, где он живет, это испанский аналог Брайтон-Бич, и вокруг него одни русские. Его дочери Анне не нравится в Торревьехе, но в Россию она возвращаться тоже не хочет. На какую-нибудь частную школу у Панина тоже нет денег, поэтому девочка ходит в обычную бесплатную испанскую школу. По словам Алексея, сначала он хотел купить недвижимость в итальянской коммоне Forte Dei Marmi, однако ему не хватило средств. После переезда в Европу поменялись и автомобильные предпочтения актера. Раньше он питал любовь к машинам немецкой марки BMW, лихачил на дорогах и получал бесчисленное количество штрафов. Однажды он чуть не лишился своего BMW 5-й серии с задолго в размере больше 1 миллиона 200 тысяч рублей, но сумел погасить задолженность. Спустя некоторое время он с доплатой поменял свой седан на кроссовер BMW X5, сначала черного, потом белого цвета, но продолжил нарушать правила. В 2018 году Панину даже грозил арест до 15 суток или обязательной работы за неуплату более 50 штрафов. А в Испании представительским авто Алексей предпочел компактный автомобиль Smart4Two. Этот городской двухместный хэтчбек А-класса он приобрел поддержанным. Своим единственным хобби Алексей называет саму жизнь во всех ее проявлениях, чем очень злит приверженцев традиционных устоев. А как вы относитесь к Алексею Панину?